Доброе утро, это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры и гость нашей студии эксперт Майдана закордонных справ Александр Хара. Александр, доброе утро. Доброе утро. Настолько же всего случилось в мире и, наверное, Украина тоже это почувствует и почувствовала уже частично, может быть. Ну, начнем, наверное, с самого главного. Вот когда все-все говорили долго про Brexit как про вот прямо непосредственный результат, вот давайте немножко попробуем стратегически вглубь посмотреть. Какие последствия для Украины реально может иметь выход Британии из Европейского Союза? Или это все просто какие-то надуманные концепции, которые просто приятно притягивать за уши, потому что модно? Ну, безусловно, мы живем в мире взаимозависимости, и поэтому не может мимо нас пройти такое важное событие не только в жизни британцев. Я надеюсь, что оно будет не столь драматичным, как предсказывали и точнее рассчитывали эксперты, ну, прежде всего, британские. Вот, что будет какой-то позитив, это раз. Во-вторых, естественно, в вашем вопросе в отношении Украины, что будет, это раз. А с другой стороны, надо задавать себе вопрос, а что Украина может даже в этой ситуации, как извлечь пользу, даже в такой ситуации. Вы уже предвосхитили мой следующий вопрос. Первое, то, что немножко было, есть хорошее такое украинское выражение, зненаська, то есть как бы неожиданно, по крайней мере, для большей числа британцев, которые считают себя гражданами больше Европы, нежели островов. И, между прочим, немножко вернемся к этому, вопросы этичности чрезвычайно важны. Есть вопросы материальные, то есть фунт упал на 10% в первый день, и до конца года, может быть, колебаться его падение до 15%. То, что там на 6% ВВП снизится до 2020 года, безработица на такой же процент повысится, это 380 тысяч, около того, людей, которые потеряют работу. Есть угрозы того, что Сити, то есть финансовая столица Европы, маленькая небольшая часть Лондона, тоже получит достаточно сильный удар, поскольку за эти два года, когда должны быть проведены переговоры и договорены основные параметры взаимодействия Объединенного Королевства с Европейским Союзом, и в частности, с точки зрения торговли, доступа к общему рынку и финансового регулирования, вот эта неопределенность, она бьет сейчас по британцам. С одной стороны, с другой стороны, на каких условиях они смогут, опять же, взаимодействовать с Британией, это будет очень важно, важно для них и, соответственно, для нас, потому что те же самые заимствования мы производим и там для нашей компании британский финансовый рынок тоже интересен, вот, и, соответственно, те ресурсы, которые британцы могут инвестировать в другие страны, и мы надеемся, что с улучшением ситуации Украины придут и в том числе фунты стерлингов. Вот, естественно, это важно. Важно также то, что Британия была достаточно, так скажем, последовательной и достаточно сильной сторонник Украины и ее европейской интеграции, наших намерений стать членом НАТО и евроатлантического сообщества в целом. Естественно, что Украина, потеряв такого союзника, ну, не формального союзника, но по совпадающим интересам, по разделяемым нами ценностям, естественно, это будет немножко негативно сказываться на перспективах Украины с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции. С другой стороны, позитивным вещью для Украины может быть то, что Британия, поскольку система принятия решений в Европейском Союзе консенсусная, то есть то, что называется по нижнему деноминатору, и некоторые вопросы, когда Британия была более активна за нас, нежели остальная часть Европы, и им приходилось как раз-таки принимать этот консенсус, принимать какое-то взвешенное и не такое мощное, не такое проукраинское решение, сейчас, естественно, такого ограничения не будет. Мы будем надеяться, что эти два года британская дипломатия будет активно решать свои задачи, но и с поля зрения не упустит и Украину. Позитивы, которые могут, или точнее уроки, которые мы можем выучить, но первое, то, что социально значимые такие вещи могут быть вынесены на референдум. В Украине проблема референдумов, она достаточно острая и неурегулированная, скажем так. Второй момент, посмотреть скорость, с которой были посчитаны голоса. Для нас это тоже очень большая проблема, несмотря на то, что у нас население, оно, по крайней мере, формально больше, ну, я имею в виду принимающие в голосовании участие, но обычно, особенно, там, в самых таких пикантных, на пикантных направлениях, избирательных участках, у нас подсчет голосов проводится чрезвычайно медленно. Такое ощущение, что мы в 19 веке живем, там, расписками какими-то, или там, лошадьми возят протоколы и так далее. То есть это как бы показатель. Вот, с другой стороны, мы видим, что прямая демократия, инструменты прямой демократии, они могут нести вред государству, то есть они, на самом деле, не служат демократии как таковой, потому что, если мы посмотрим на результаты референдума, мнения разделились фактически пополам, то есть небольшой процент разницы между теми, кто за, кто против выхода Британии из ЕС. А таким образом получается, что небольшое большинство навязывает свою волю не совсем таким меньшинству. Это первый момент. И второй момент. Сами механизмы не предусматривают того, чтобы было... Знаете, демократическое решение, это когда хорошо поинформированные граждане, которые имеют, скажем так, через имущество, через свою активную позицию, то есть принимают участие в жизни общественной, политической своей страны, и вот они принимают решение. В этом случае, можно сказать, что часть тех людей, которые голосовали за выход, они были в состоянии аффекта. То есть они ставили, они выступали против Европейского Союза, которого на самом деле нет. То есть через чур больших полномочий Брюсселя, как будто бы они такие существуют. Начнем с того, что Европейский Союз не является политическим образованием, хотя там надстройка политической ЕС, на самом деле это экономическое торговое объединение, то есть оно начало с объединения угля и стали, и потом потихонечку какие-то дополнительные функции приобретало. То есть это не конфедерация, это не какое-то супергосударство, не суперполитическое образование. Там элементы есть, но не такие значительные. Второе, не может быть принято никакое решение этим образованием без того, чтобы не было учитывалось мнение других государств, прежде всего таких крупных и мощных, как Британия. Поэтому миф о всесилии брюссельских бюрократов, он является мифом, и британцы, те, которые голосовали за выход из ЕС, они фактически купились на этот миф. Второй момент, например, по поводу мигрантов и беженцев, что якобы Брюссель навязывает что-то. Это был компромисс, если мы говорим про то, что было принято решение не принимать беженцев из Сирии, и определенные квоты были установлены. Это был компромисс национальных правительств, которые, собственно, это решение приняли. И без их участия, без их согласия такой бы компромисс был невозможен. Соответственно, это тоже миф. Плюс, если мы говорим про миграцию, с одной стороны, есть проблемы стареющей Европы, и прежде всего Британии. И необходимость для того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, экономического развития, им нужны мигранты. Соответственно, их откуда-то надо брать. Другое дело, какая миграционная политика проводится. То есть вы изнутри ЕС или же из-за границы, объединенной Европы. Это как бы вопрос национального правительства. Тем более, что Британия не является частью Шенгена. То есть нельзя, получив, грубо говоря, в какой-то коррумпированной, условно в кавычках, восточноевропейской стране, и потом попасть на Британские острова. Естественно, это невозможно, поскольку надо получать британскую визу, а статус и фактически географическое положение острова позволяют британцам эффективно контролировать потоки миграционные или же беженцев. Поэтому это тоже миф. И те люди, которые голосовали за выход, потому что не хотят видеть представителей других рас, этносов, языков и религий, на своей территории, они не защитятся таким образом. И плюс есть еще другие, более маленькие мифы, как то, что мы кормим этих евробюрократов. Вот Донбасс тоже кормил всю Украину, а сейчас его оккупированная часть фактически сидит на бюджете Российской Федерации. То есть тоже как бы это был миф, который достаточно быстро поломался. Или то же самое по поводу Крыма. Это та же самая ситуация. А объективно, если посмотреть, то пребывание объединенного корреклевства в ЕС стоило каждому гражданину этого туманного острова 130 фунтов в год. Зато сейчас с выходом каждое домохозяйство будет недополучать порядка 6,5 тысяч фунтов в год. Это кто посчитал? Это британские цифры. Они сами? Абсолютно, да. То есть это как раз треживали министерство финансов. Это они после уже референдного проголосовали? Или это они считали до референдного? Нет, это все было до. Знаете, как бы дискуссия, буквально перед днем голосования, была на BBC достаточно такая яркая дискуссия противников и сторонников выхода. И противники говорили о том, что смотрите, что мы потеряем. Да, ЕС несовершенная, мы не знаем, как мы хотели бы его развивать дальше, в какой форме он должен существовать. У Британии всегда была особая позиция. Британия эксклюзивный член Европейского Союза. Она принимает участие только в тех соглашениях, которые считают, что отвечают их национальным интересам, а в некоторых с большими оговорками. То есть нет другого государства, которое бы имело такое положение. Также, поскольку был провален конституционный проект, то есть объединение Европы, создание политического такого субъекта, пошли процессы интеграции немножко другого плана. И, собственно, Британия всегда тормозила политическое объединение. Она всегда дорожила своим суверенитетом. И то, что в феврале этого года правительству, нынешнему правительству Британии удалось договориться о новом договоре, то есть о новых условиях, еще более выгодных для Британии, нежели до того, и как условия того, что они останутся в Европейском Союзе. То есть получится ли у них на этих условиях снова переговорить и общаться с ЕС уже в качестве нечлена ЕС? У меня есть сомнения. Потому что и дипломатия британская была успешна и проводила такие переговоры в течение десятилетий. А сейчас вот за два года надо фактически... Причем за два года надо переговорить с теми, кто очень критически относится сейчас к Британии. То есть мы слышали, министр иностранных дел Германии говорит, что чем быстрее вы уберетесь отсюда, ну так я утрирую, тем лучше. То есть не надо затягивать, шлите ваше письмо, что вы собираетесь выходить. Мы считаем два года и потом дальше. Успели договориться, не успели, вы живете по своему разумению. То есть в дискуссии сторонников и противников, противники выхода говорили, смотрите, мы потеряем это. То есть наш вес потеряется. Мы не сможем влиять на принятие решений, а эти решения будут влиять на наши параметры сотрудничества с ЕС и вообще в Европе и в принципе и в мире. То есть это будет негатив. Статус-кво намного лучше. То, что наш премьер договорился, новую сделку, она выгодна и мы ничем не поступаемся. То есть суверенитет сохраняется и прочее, прочее. А сторонники выхода говорили, ну мы нация там такая мощная, мы можем прыгнуть через свою голову, суверенитет мы вернем. То есть здесь была эмоциональная составляющая больше. Хотя мы не знаем, какое будет будущее у Британии без Европейского Союза. А там пытались показать, что будет плохого. Почему даже в таком Европейском Союзе хорошо Британии оставаться. И может быть недостаток того, что не было показано, как мы видим дальше участие Британии, как мы видим дальше европейскую интеграцию, вот этого не хватало. Возможно те, кто принимал решение, за неимением видения будущего Европы и Британии в Европе, решили принять такое эмоциональное решение. И вот, кстати, был один из интересных такого анализа и идеи, что было бы намного правильнее разнести решение такого уровня, не только в отношении входа-выхода из ЕС и других, во времени, чтобы фактор вот этот эмоциональный не влиял. То есть, грубо говоря, провели один референдум, через год-два второй референдум, и потом смотрим, насколько есть разница в голосах. Если она существенна, то, соответственно, это решение не считается принятым, и тогда как бы статус-кво сохраняется. Вот мы должны из этого сделать выводы, и в отношении стратегических вопросов, которые перед нашей страной и нашим народом существуют, наверное, тоже надо поставить такой механизм, когда волеизвестивление — это хорошо, но оно не должно немедленно быть реализовано, поскольку, возможно, под рядом факторов как-то эмоциональных или не совсем полной информации люди могут принять не совсем адекватное решение, а выводы изделения потом надо будет реализовывать. Поэтому то, чего мы должны. Первое, что народу надо слушать. Второе — скорость подсчета голосов. Третье — это такие важные решения должны приниматься, им должен механизм защиты, грубо говоря, от дурака. И четвертое — очень важный момент. Британия — это одна из самых развитых демократий современности. То есть мы, начиная с магнокарты, потом следующая британская парламентская традиция вестминстерская, которую можно восхищаться. Посмотрите на политическую культуру. Премьер, который, собственно, поставил этот вопрос, сделал ошибку, естественно. Мы теперь понимаем, что это была ошибка. Он пребывал в неких иллюзиях. Он выиграл выборы, он выиграл, можно сказать так, битву за Шотландию. Шотландский референдум был в пользу, скажем, и... Британии тогда. Британии как таковой. И потом он думал, что на этой волне ему удастся еще погасить вот эти недовольства и желание выйти из Европейского Союза. И он тогда вообще войдет в историю как такой мощный политик. И он просчитался. То есть эта эйфория от его успехов сыграла с ним злую шутку. И теперь он принял абсолютно правильное решение о том, что он уходит из власти, то есть он идет в отставку, поскольку этот референдум фактически стал для него в этом недоверии. Нигде не написано в британской конституции, в которой нет как один документа, но есть другие наборы документов, плюс есть традиции, то есть прецеденты. Нигде не написано, что он должен был этого делать. Но в их политической культуре это является нормальным. Для украинских политиков было бы неплохо соблюдать конституцию. Многие это делают нехотя или нарушают. Второе, есть договоренности, как-то коллекционные соглашения, если партия власти и она реализует какую-то программу. Но также есть и другие, есть моральные, этические и культурные нормы, которые должны соблюдаться. Тогда мы будем решать свои проблемы цивилизованно, то есть политическим путем. Не будет необходимости выходить на улицы, не будет необходимости в революциях. Революции в Британии давно не было, потому что они нашли способ выпуска пара, способ решения своих политических, социальных, экономических и других противоречий политическим путем, не доводя их до национальной катастрофы. Мы ни в Украине, ни в России, тем более, таких механизмов не нашли. То есть у нас парламент не является той площадкой, где решаются абсолютно все такие тяжелые для решения на других нижних уровнях проблем. Вот, ну, хочу поспорить. Начнем глобально, да. Не кажется ли вам, Александр, что мы ситуацию в Британии воспринимаем через призму украинских событий и украинских отношений к многим проблемам, которые сложились внутри страны? Вот вы просто вдумайтесь. Половина британцев, большая половина, проголосовала за выход. Они там старые, глупые, необразованные, неинформированные. Но это же не так. Но это же не так. Это вот, я сейчас вспоминаю, как мы то же самое говорили про разные части Украины. Вспомните, они на Донбассе почему там голосуют за Януковича? Потому что они какие-то необразованные, глупые, неинформированные. Боже мой, как это созвучно. Потом вот мне сейчас вспоминается, в 2004 году я ездила снимать большой документальный фильм в Британию о том, как они перед расширением очередным Евросоюза, как британцы воспринимают, что они часть Евросоюза. И вот много-много было очень впечатлений, причем разных, начиная от Эрегилья, мы там интервьюировали, заканчивая простыми крестьянами, которые там фермерами. И вот мне очень запомнилось, как там фермер, он говорил, что да, Евросоюз ставит требование, каким должен быть там длинный у меня огурец. Я против. То есть вот это нюанс, может быть, я утрирую. Но ведь уже многие десятилетия для Британии это все время было болезненным вопросом. И вот мне кажется, такое упрощенное видение, что вот те, которые за Евросоюз, они вау, современные, модные, молодые и вообще они кол, а все, кто против, они вот наоборот. Вот мне кажется, вот в этом есть по-настоящему и опасность решения вопроса в Украине. Потому что, ну, с этим нужно считаться. И большой еще вопрос, какое будущее, вы правильно начали об этом говорить, ждет Британию как самостоятельно игрока на международной арене. Я не думаю, что с ней станут меньше считаться. Я понимаю, но я не назвал их глупыми. Не информированные, может быть, раз. Не вы, а просто другие. И второй момент, это состояние аффекта. То есть для меня, например, больше... Ну почему это состояние аффекта? Подождите, это десятилетиями эти вопросы обсуждались. Длились. Представьте, 12 лет назад это уже была проблема. То есть вот я помню точно визуально. Так ж, какое состояние аффекта? Проблема всегда... То есть не бывает однозначных явлений. Всегда кто-то выгоду имеет даже с негативной ситуацией. Например, то же самое падение акций. Для кого-то это хорошая возможность заработать деньги, а не только рост акций. Давайте посмотрим с этой точки зрения выгоды. Вот мы возьмем Шотландию. Значит, моряки шотландские, рыбаки, точнее, говорят, что нам этот ест совершенно не надо, потому что они лезут к нам сюда с точки зрения каких-то экологических норм и устанавливают нам какие-то квоты. С другой стороны, мы допустили сюда иностранные суда, и вот в нашем этом море ловят рыбку другие государства. То есть получается, это ущемляет наши интересы. Мы хотим ловить, сколько мы хотим, и мы хотим продавать, сколько мы хотим продавать, и не пускать сюда всех остальных. Хотя же надо отметить, что Шотландия прослала за. Да, в целом, моряки как отдельная группа. А остальная часть Шотландии, и вот мы сейчас абсолютно, мы уже видели заявление и бывших, и нынешних лидеров, те, которые выступали за независимость, они говорят, что референдум будет. То есть будет референдум о выходе из Великобритании, Шотландии, по причине того, что когда они принимали решение оставаться в Великобритании, ну, в принципе, давайте так, Великобритания это фактически Шотландия-Англия плюс Вэльс. А объединенные королевцы, она включает еще Северную Ирландию, там остров Мэн и так далее. То есть как бы Британия, Великая Британия, она без Шотландии уже не Великая Британия. И вот сейчас вот к вопросу о неинформированности граждан, которые принимали решение, и к эффективности, они не подумали, как выход из ЕС скажется на их королевстве. Шотландия это первый момент. Второе. В Великобритании то же самое. То есть там есть, такие, скажем, центробежные силы, которые тоже могут об этом говорить. Следующее. Северная Ирландия. Вы знаете, очень, у меня буквально вчера посетила такая интересная мысль. Европейцы создали, ну прежде всего французы и немцы, европейцы пошли на объединение для того, чтобы решить, как им казалось, столетиями нерешаемую проблему. Крови и границ. То есть всегда в каждом государстве есть этническая группа, которая принадлежит соседнему государству или еще какому-то там, не отсюда. И постоянно вопрос крови, то есть мы должны защитить наших соотечественников, как это сейчас там из Москвы звучит, это как бы идея фикс, ну точнее это прикрытие для внешнеполитических акций и агрессии, поскольку надо, я думаю, сначала надо защитить русских в России, русских этнических, россиян, как политическую нацию, если такая существует, как бы вот это главная задача. А потом уже смотреть, где притесняют на других территориях. Так вот, это была проблема европейцев. Следующая проблема границ. А вот уже согласно такому-то Венскому конгрессу или еще какому-то другому трактату еще мохнатого какого-то года, это была наша территория. Так вот, изначально, после Второй мировой войны, Германию, был один из первых планов, был Германию расчленить. То есть сделать невозможным еще третий конфликт. И часть территории, вот Франция претендовала на территории с хорошими запасами угля. А мы знаем, что 20-й век, это век был угля и стали. Но потом, слава богу, они приняли другое решение, что Германию надо ограничить, естественно, но, чтобы не было войны, лучше сделать взаимозависимой от других европейских государств, прежде всего Франции. И вот поэтому угля и стали, союз и получился. Французы получили доступ к своему углю, не своему, точнее, немецкому углю, и не было необходимости забирать, аннексировать часть этой территории и давать основания немцам быть недовольным и потом, как бы, третью мировую войну от этого начинать. И другие государства, когда присоединялись, они исходили из того, что общие ценности, общие принципы работы, ну, естественно, демократия и все остальное, оно дает, позволяет им вот эти противоречия сгладить. Вообще их нет. А внешние границы обеспечивают этот организм, скажем так, то есть очерчивают этот организм. То есть, грубо говоря, шотландцы принимали решение не выходить из Великой Британии по причине того, что они были в ЕС, и их устраивала экономическая, там, результативная база и так далее. Да, естественно, они не сто процентов довольны были, но они могли что-то там делать, влиять. То же самое с Северной Ирландией. Она, понимая, что она будет частью Европейского Союза и там с теми самими своими собратьями в одном пространстве, в одних правилах, тогда острота быть под оккупацией, как они считают, там, Великой Британии, их устраивала. То же самое, как и другие нации. Если посмотреть на Россию, то есть, которая не является правовым и демократическим государством, и которая верхушкой, там, эта политическая элита, подавляет другие этносы, другие группы и так далее, и так далее, то мы видим разницу. Например, Северный Кавказ, он будет спокойный относительно, только тогда, когда там будет сумасшедшее военное присутствие, когда Чечне будет платиться дань, Кадыровская Чечня, то есть, я не говорю за Чечню как государство и каким негативом я в отношении чеченцев не хочу это говорить. То есть, он будет замерен, пока будут этот механизм работать, подавление, да, и подкупа, по большому счету, а не в российской, в имперской, в советской, естественно, и сейчас, в нынешней независимой России, нет механизмов, когда это все бы работало по другой причине, по причине ценностей общих, по причине демократических процедур, когда все проблемы решаются путем политическим сглаживания. То есть, общие границы России не позволяют ей решать вот эти противоречия, которые имеют, естественные, скажем так, вот таким европейским путем. Теперь, опять возвращаемся к Британии, точнее, объединенному королевству. Вот те, кто голосовал, они думали о том, что проблема Шотландии, в меньшей мере Вельса, в большей мере Северной Ирландии, обострится настолько, что она может перейти в какой-то, может быть, даже вооруженный конфликт, если мы говорим про Северную Ирландию. Давайте вспомним, что мы имеем десятилетия такого террора и борьбы за независимость этой территории. Я не думаю, что это хорошо поинформированные граждане. Это, скорее всего, как рыбаки, которые сказали, что мы хотим ловить. А Лондон позволит, вот нынешний Лондон, или там следующий, Лондон с человека с странной прической, Бориса Джонсона, позволит им ловить сколько угодно, не обращая внимания на экологию? Нет. Скорее всего, квоты все равно будут. А позволит ли Лондон не заходить в эти, то есть, есть территориальные воды, экономическая зона и так далее, не заходить другим европейским государствам? Я думаю, что тоже нет. То есть, те люди, которые думали, что они будут хозяин ваты, как это по-украински говорит, они тоже ошибались. Значит, они не очень хорошо поинформированы были, раз. Во-вторых, они были в состоянии эффекта, потому что те проблемы, которые они видели, они на самом деле нереальны. То есть, это выдуманные проблемы. То есть, потери суверенитета, то, что в Брюсселе принимают решения, не учитывая интересы Объединенного Королевства по вопросам мигрантов, то же самое всевозможные стандарты торговые и прочее. Да, это не всем нравится, кто-то теряет, но с другой стороны, надо смотреть на общую выгоду, которая есть. Вот 6% безработицы, у повышения на 6%, которое светит Объединенному Королевству, это ответ, что Европейский Союз и интеграция в нем давала возможность дополнительные рабочие места иметь. Что будет дальше, то есть, минус 6%, а сможет ли новое правительство найти какую-то амбициозную программу и развить все потенциалы, о которых говорили сторонники выхода, мы не знаем, потому что у них, кроме слов, что больше суверенитета это хорошо, вернем себе свою нацию, у них нет планов. То есть, они по большому счету на светлое будущее, эфемерное, поменяли, то есть, как бы, синицу в руках. Ну, вот я почему-то заговорила об этом, потому что меня всегда беспокоит, когда идет понижение значения демократических процедур, да, усиление власти и сведение народа до вот такого вот, если выгодно, то нормально, если нет, то маргинально. Вот это, это такой удобный шаг для всех политиков, который всегда можно использовать. И вот в этом смысле я очень опасаюсь, когда вот многие украинские аналитики всегда говорят, вы посмотрите, что они все там глупые это в Британии сделали. У нас тоже есть такие глупые, так что у нас там демократию чуть-чуть свернем, там референдумы уберем, разведем... Ну, например, да, или там, например, почему, у нас же был какой-то, ну, мы же просто его не использовали, это решение, помните, при Кучме, да, тоже был референдум. То есть, вот эта вот игра в демократические процедуры на самом деле, мне кажется, очень опасной, потому что, если ошиблись в политике, они должны это признать. Но разве задача фермера, который живет в какой-то там части Англии думать о том, как поведет себя Шотландия, это же не его задача, это задача политиков, которых они выбирают. Ну, мне так кажется. Вот тут просто я посмотрела, как в Украине мы это подаем через призму наших проблем. И мне, честно говоря, это не совсем понравилось. Не, ну, я согласен, что упрощать и говорить, то есть, делить мы и они, то есть, это неправильно. Ну, это всегда простое уговорение. Это, кстати, подход, который доминировал в украинской политике и до сих пор, к сожалению, еще есть, когда мы делили на группы. И вот если, кстати, посмотреть на сейчас Соединенные Штаты и те, как раз таки, политологи, политтехнологи, которые были у нас здесь, урожай для партии регионов и господина Януковича, да, то есть у них подход разделения на группы и, собственно, как бы противопоставление друг другу, это из-за этого поляризации извлекать выгоду. Поляризации общества, не политикума. Это очень важный момент. А в, скажем так, в демократический лагерь немножко по-другому. Они, наоборот, пытаются размыть границы и зайти на территорию соперников. То есть найти что-то такое, какой-то такой компромисс, который бы еще добавил голосов, еще бы добавил людей. То есть это разные подходы. Объединять нацию, пытаться идти на компромиссы и разъединять ее, поляризировать. То есть у нас, как бы, мы понимаем, у нас вопрос языка, вопрос Восток-Запад и так далее, разделение, или там мы умные, такие европейские. Я не говорю и не стою на позиции того, что вот как бы все, что в Европе хорошо, и поэтому нам туда надо и так далее, и так далее. То есть я, то есть надо более такой разумный подход с точки зрения того, что в тех условиях, которые мы есть, мы должны стремиться к тем стандартам, не европейских, как таковых, а западной демократии. Потому что мне, например, больше американская модель нравится. И я бы стремился больше к американской, более яркой политике, более, скажем так, такой политике, которая может дать большой результат. Что вот эта консенсусная европейская политика, она ограничивает потенциал и возможности, как и политического класса что-то сделать, так и страны в целом. Ну и возможность оперативных каких-то решений на вызовы. А вот по поводу демократии, ну давайте, знаете, как есть буква и дух закона, вот то же самое демократия, если буква демократии, это процедуры. То есть это доступ к медиа, если медиа должна быть свободной. Ну в Британии-то это все есть. Это все есть. Представляете, вот она же взирает, да, вот очень хорошо. Почти. И вторая, а остальная, это дух, что такое дух демократии? Это участие граждан, потому что гражданин это не тот, который имеет паспорт. А гражданин, кроме того, чтобы своими приватными делами занимался общественными делами. То есть он интересовался на уровне своего района, своего города, своей области, и дальше, и национальной политикой в том числе. И принимал в этом активное участие. Активное участие может быть с уровня того, что ходить просто на выборы и голосовать, то есть это минимальное участие, до того, чтобы быть волонтером в политической партии или в какой-то компании выступать. Следующее, собственно быть членом партии и принимать в партийной жизни участие. Следующее, быть представителем, то есть таким, за кого голосуют, то есть идти во власть или в государственные учреждения. То есть вот это есть гражданство. И с этим определением гражданства слабовато, ну в Украине особенно слабовато, то есть только зачатки такие есть. В Британии там есть определенные проблемы. Следующий момент, это сами принимаемые решения. Вот можно пока вы по этому пункту, потом вернемся к второму. Вот помните, мне сейчас вспоминается вот эта вот прекрасная фраза, которая тиражировалась как молодыми политиками, так и украинскими политиками, когда они говорили, спрячь бабушкин паспорт, не дай ей проголосовать на выборах. То есть мы априори, вначале у нас плохие там были одна часть Украины. Теперь уже этой части Украины как бы и нет, теперь мы ищем очередных плохих. И теперь мы находим плохих в бабушках. Но нужно смело признать, что еще большой вопрос, насколько бабушка более мыслит, сведома и с опытом, чем многие молодые политики, которые к этому призывают. То есть вы помните, когда в Британии это случилось, наши же снова политики заговорили, о, у них то же самое, спрячьте бабушкин паспорт. Вот вы представляете, то есть постоянно выводится какая-то категория населения по территориальному, еще к этому признаку, потом уже по возрастному признаку. То есть кто-то определяет себе, кто может принимать решение. Это тоже очень важный нюанс. Это вот то, о чем вы говорили. Безусловно. То есть здесь как бы с чем можно согласиться, что политики в этом, если они так говорят, спрячь паспорт, они просто-напросто с проблемой, которую создали они, перекладывают на бабушек там или на кого-то другого. Мы понимаем, что в нашей стране есть какое-то количество людей, которые, несмотря на то, что два года страна находится под агрессией, есть часть территории Крым и часть территории Донбасса оккупирована Российской Федерацией. Они будут любить господина Путина, будут считать, что это американцы все сделали и так далее. То есть здесь как бы это клиника, тут никакие аргументы, факты нет. Вот вы опять говорите клиника. Почему? Почему клиника? А какие аргументы? Ну, Саша, какие мы аргументы? Аргументы, это эмоциональные вещи. Почему это эмоциональные? Неужели вы считаете, что наша информационная политика, веща, вот даже на территории, которая прилегает к оккупированным, ведь там же напрямую работают каналы так называемых ДНР и ЛНР? Они просто напрямую могут работать, люди могут их смотреть, и это нормально. Российские каналы, ну, запретов, спорный вопрос, конечно, но тем не менее, да? А разве мы, по большому счету, политики много сделали для того, чтобы этот вопрос решить? Просто, ну вот, вопрос аргументов в политике, весомых, это вот, не кажется ли вам, что тут встает вопрос о качестве украинской политики? Ну, его отсутствие, точнее. Я здесь согласен. Просто давайте начнем с того, что мы в состоянии, у нас даже, поскольку не президент, не временно исполняющий обязанности президента, не президент, не вели военное положение, не развали дипломатические отношения, то есть не показали ни обществу, ни миру, что действительно происходит, как бы это на их совести. Но, согласно закону правооборону, мы живем в военное время. То есть у нас военное время, это такая категория, которая наступает, когда есть определенные критерии. Блокирование портов, заброска на территорию Украины иностранных, и даже, кстати, там вот эти зеленые человечки, они тоже прописаны, как всевозможные группы, в том числе криминала, без знаков опознавания и так далее, и так далее. То есть проведение агрессии. То есть мы живем в военное время. И поэтому категориями мирного времени оперировать мы не должны. То есть, например, если мы говорим о свободе слова, о том, что пусть будет российский канал, да, это их точка зрения. Вот давайте, мы вот есть наша пропаганда и точки зрения, а то их будем взвешивать. Но мы смотрим, мы в состоянии агрессии. И все российское телевидение, вся печать, контролируемая Кремлем, мы это абсолютно понимаем. Выдавили последнее, что было, ну, я не говорю там, за дождь, он фактически маргинальный, поскольку его загнали в интернет, это раз. Во-вторых, оплата, да, то есть как бы нет доступа. Ну, и какой процент либерально настроенных граждан остался в России, а не выехал за границу в тех условиях кислотных, которые сейчас существует в России. Вот. И плюс то давление, которое оказывается. Потом РБК, которое было разгромлено, фактически взяты под контроль все более-менее независимые, не только политические, они давно были взяты под контроль, даже экономические издания. Вот. Таким образом, мы имеем авторитарное государство, которое использует информацию в качестве оружия, и это не является свободной журналистикой, это не является отдельным другим мнением. Поэтому я абсолютно четко как бы стою на стороне того, что российские средства массовой информации должны быть запрещены в Украине до тех пор, пока у нас есть состояние войны, пока у нас оккупированы территории. Это не журналисты, это воинство, это подразделения психологических операций и так далее, и так далее. Поэтому здесь, как бы, я, может быть, вы представитель медиа, можете со мной не согласиться, я считаю, это пропаганда, это война, это то, что мы должны себя огородить. Это первое составляющие. А второе составляющие... А мне кажется, что в этом смысле, что вот мы тогда будем похожи на Россию, потому что вот в России уже, посмотрите, сколько закрыто украинских, в том числе вот наш канал Украины, он тоже там уже закрыт в России. То есть вам не кажется, что это тоже будет... Нет. Нет, да? Слушай, не кажется... Не кажется... Я... С другой стороны, я вижу, что нынешнее высшее политическое руководство пытается закрутить плавненько гайки и наши медиа тоже. Естественно, здесь я против этого. Одно дело, если мы критикуем президента, и у нас есть аргументы, как он ведет войну, точнее, не ведет, то, что он пытается надругаться в очередной раз над Конституцией, то, что он как бы продвигает абсолютно непринятные для общества, а у нас есть социология, мы можем это доказать. То есть не потому, что нам не нравится он как человек или его политическая платформа и так далее, у нас есть аргументы, то есть это дискуссия. Если здесь давление есть, если попытка взять под контроль, это одно. Другое дело, если люди, вот, например, телемосты с теми, кого мы считаем террористами, если украинская масс-медиа организовывает такую вещь, я считаю, что оно должно нести наказание, потому что это является не просто мы со своими согражданами, то есть мы впускаем, мы безоружные против оружия, мы себя разоружаем. В этом смысле я считаю, что определенные меры в отношении таких масс-медиа могут быть правильными. То есть нам надо разделить войну и то, что Россия делает с нами, и нашу внутреннюю кашу, которую мы варим, то есть общественную, когда есть определенное недовольствие властью, оно остается. Рейтинги президента они смехотворны, на самом деле, то есть это очень показательно. Две трети украинцев считают, что Минские соглашения не принесут мира Украине. Фактически столько же людей считают, что можно предоставить какой-то элемент автономии оккупированным территориям, но принимать решение это должен украинский народ. Вот как раз-таки, опять же, чуть больше, чем две трети населения говорят, что это на референдуме. И только 12 или 13 процентов считают, что президент может принять такое решение. То есть, грубо говоря, в этом вопросе украинский народ настолько мудрый и настолько он, даже, возможно, не читая Конституцию, они понимают, что это вопрос, который должен относиться к их компетенции. У нас пятая статья Конституции говорит о том, что конституционный строй может быть изменен только украинским народом и не может никакое должностное лицо или орган государственной власти узурпировать это. То есть, слово узурпация. И, кстати, очень важно, на самом деле, самый большой враг украинскому государству, любому государству в украинском, особенно, это узурпация. Не Россия с ее агрессией, а именно узурпация власти, поскольку узурпация власти подразумевает олигархат. Это же тоже элементы узурпации власти, когда ни народ, ни общество, ни гражданское общество влияют на принятие решения, а какая-то небольшая группа людей. Следующее, это деформирует принятие решений, как, например, есть все факты агрессии, но не разорваны дипломатические отношения и под абсолютно какие-то глупыми, незаконными и нелогичными аргументами говорят, что этого не надо делать. Следующее, военное положение и так далее. То есть, это ведет то есть, узурпация как таковая, она деформирует государственную или политическую систему настолько, что она не отвечает интересам общества или самых больших слоев общества и которые создает, поляризирует общество и те проблемы, которые есть, выводит в ранг кризиса, в ранг катастроф. А внешние акторы, как Российская Федерация или любое другое государство, они просто в самой грубой форме, то есть военной агрессии, другие реализуют свои интересы более мягко, могут воспользоваться этими внутренними слабостями. И вот поэтому факты или намерения нынешнего руководства подмять под себя Конституцию и больше полномочий, они налицо. С другой стороны, общество это не приемлет, оно не воспринимает такие методы, оно не воспринимает эту власть. Посмотрите на рейтинги, это первый момент. Второй момент, сейчас вот нынешний президент и нынешний премьер-министр говорят, что мы переформатировали Кабмин, и поэтому политический кризис исчез. Ничего подобного, больше половины украинских граждан, согласно опросам, считают, что политический кризис никуда не делся, он просто временно притих, летняя пора, я думаю, что большая часть украинцев запасаются на зиму продовольствием, готовят к повышению тарифов, купорят банки. Вот, и так далее, то есть, осенью мы увидим не только новые, в разы увеличивающиеся счета за коммунальные, скажем так, но мы увидим еще и рост недовольства, которое выплеснется однозначно на улице, и увидим еще более дестабилизированную политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. То есть, грубо говоря, вот видимостью того, что кризис преодолен, тем, что Иванов был поменян на Петрова, люди не покупают такие аргументы. То есть, если говорить о том, что к народу надо прислушиваться, да, без вопросов, надо смотреть на социологию, надо смотреть на общественное мнение, как оно колеблется. С другой стороны, политики должны и формировать это общественное мнение. То есть, они должны не просто, скажем так, выполнять свои предвыборные обещания, они должны внести людей к тому состоянию, к тому идеальному образу Украины, которые, скажем, они исповедуют. У нас проблема с тем, что такого образа нет, по крайней мере, у нынешнего руководства. Вступление в Европейский Союз настолько эфемерная вещь с точки зрения того, что это означает и как люди будут там жить в этом членстве. И второе, мы, естественно, понимаем, что если мы безвизовый режим с такими задержками получаем, то когда мы будем в Европейском Союзе, и будет ли к тому времени Европейский Союз вообще существовать, или в какой форме он будет существовать, это слишком много таких очень открытых вопросов, на которых конкретных ответов нет. Ну и раз уж заговорили про Донбасс и про Россию, то как же не вернуться к этому пакету законов, которые были приняты в России буквально днями? Яровой. Да, конечно, яровой. И вот как вы расцениваете? Это что? Это вот, помните, как 16 января законы принимались? Это потому, что власть окончательно уже обнаглела и хочет все зажать? Или потому, что власть чувствует, что есть где-то какое-то брожение, и нужно вот на этом этапе вот зажать? То есть эти законы принятия подтверждают силу Путина или наоборот он чувствует, что есть проблемы? Вот вы как думаете? Потому что это же уже, ну, вы же сами понимаете. Ну, вы знаете, что такое влияние? То есть влияние это, когда люди, там, группа людей или государство выполняют то, что вы хотите, а вы не прибегаете к каким-то таким жестким методам или принуждению, да, или подкупу и так далее. То есть и по большому счету политика, она в том и заключается, что, ну, я имею в виду позитивная политика, когда есть идея, то есть я рисую какое-то общее будущее красивое, и вот вы соглашаетесь, и мы совместно тратим ресурсы, время, свою жизнь на то, чтобы достигаем этого состояния. Второй вариант, и когда у меня нет такой красивой картинки и реальной там и так далее. То есть я могу вас заставить, вот, начиная от угроз применения силы к применению силы. И вот фактически, не имея позитивной картинки для всех россиян, даже для большей части, даже для какой-то там крупных городов и так далее, необходимо тогда обеспечить свою власть тем, чтобы контролировать еще больше контроля над обществом. Благо, интернет и сети и все остальное позволяют это делать. То есть я имею в виду, можно контролировать, как то, что в Большом Брате, точнее, в Орвелле, не, не, в Орвелле было, как бы описано общество такого тотального контроля коммунистическое, то есть оно очень приближенно то, что сейчас в России происходит, очень приближенно. То есть получается так, что такое русский мир? Это суррогат абсолютно несовместимых идей, потому что как можно коммунистические идеи, где изначально говорится о прогрессии и Бога там нет. То есть это материалистическая теория. Как можно их поженить с Третьим Римом, которая является, кстати, сейчас в связи со Всеправославным собором было замечательное, скажем так, заявление одного из иерархов о том, что по большому счету вот этот этноцентризм или этнофилия, она, как бы, связка русского и Третья Рима, то есть от какой-то избранности, она является ересью. На самом деле Третья Рим является ничем иным, как ересью. Если мы почитаем Святое Писание, то для Господа нет разницы ни Иудея, ни Елена. То есть, ты веришь в Бога, то ты христианин. Согласно концептам Московской православной церкви есть Третья Рим и избранные, ты только такое правильное христианство, все остальное это еретики, католики какие-то неправильные, а тем более какие-то баптисты или протестанцы, то же вообще, ужас, за что. То есть, как бы деление христианства, деление церквей на правильные и неправильные по принципу какой-то территориальной и этнической культурной принадлежности. Хотя, на самом деле, мы понимаем, что это противоречит духу и букве на самом деле христианства как такового. То есть, получается, есть коммунизм, есть христианство, есть имперскость какая-то. Вот представьте себе то же самое, коммунисты и имперцы. Как вот можно им вместе? То есть, одни канонизировали Николая II, он святой оказывается, несмотря на кровь 1905 года. А вторые, ну, собственно, понимают, что там самодержавие прогнило, и вот надо было, значит, посмотреть, какие достижения Советской России, а потом Советского Союза. То есть, как эти все вещи могут вживаться в одной голове? А получается, что могут. Вот. Плюс какой-то статус особой России, то есть, она там супердержава, сверхдержава, когда на самом деле она только по количеству ядерных боеголовок и по размеру территории. В экономическом плане, в культурном, в научно-техническом, посмотрите, сколько, вот когда последний раз Нобелевскими лауреатами становились россияне. Ну, сейчас вас обвинят и скажут, что это все политические игрища, вот так, например. Ну, я не знаю, как бы вот с точки зрения экономической теории, я не знаю, вы вряд ли назовете хоть одну фамилию людей, которые разработали что-то такое мирового значения. с точки зрения IT-технологий. Да, есть достаточно много интересных ребят, но в основном они себя реализовали в тех же самых Соединенных Штатах, в Силиконовой долине. Физика, то, что как бы всегда Советский Союз славился, извините меня, то же самое, то есть как бы нет таких имен, которые бы были на слуху. Ну, Перельман разве что гениальный человек, но я не знаю, как бы, да, как бы это гений, но он Нобелевскую премию не получил. То есть получается, как бы нет такого красивого будущего, к которому большинство россиян добровольно хотели бы идти. Поэтому, чтобы остаться власти, которая не может предложить такого видения, надо закрутить гаечки и контролировать. Вот, контролировать потоки, большая часть населения Российской Федерации каким-то прямо или опосредованно зависят от бюджета. то есть подавать какую-то им подпиточку, вот, и, соответственно, держать во всеоружии национальную гвардию новосозданную и другие силовые структуры, и Следственный комитет, ФСБ, естественно, концентрировать еще больше, то есть по большому счету создать новое КГБ, то есть не разделять службы на автономные, которые бы даже как-то конкурировали друг с другом. Ну, что залог какой-то баланса. Вот как говорить, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, вот они создали такую очень странную, но работающую модель, когда есть вот эти разного уровня конкуренции, и горизонтальные, и вертикальные, то есть федерального уровня штата, и муниципалитетов, которые позволяют выкорчевывать коррупцию. Она там есть, естественно, в любой стране она есть, но просто она не на том уровне, который является угрозой национальной безопасности, или катастрофой национальной. В России это есть, и оно никуда не ушло. Вот, и так далее. Потом давайте посмотрим на то, что, да, по-моему, в прошлом году Forbes России делал интересное исследование, порядка 60% владельцев крупного бизнеса и топ-менеджмента, то есть, которые люди имеют не просто там, как бы зарплату, а какую-то долю и, естественно, имущество, у них самая большая проблема это наследование ихнего бизнеса, то есть, передача членам семьи или кому-то в управление бизнесом и бояться того, что это невозможно сделать, или они могут потерять контроль, часть бизнеса или вообще весь бизнес. То есть, верховенства права нет. И, кстати, россияне говорят, верховенство закона, примат закона. А есть разница большая. Закон может быть несправедлив, то есть, тогда это будет это не верховенство права, а вот законы Яровой. Они законные, все же проголосовали, процедура была соблюдена, но ограничили это права граждан? Ограничили. То же самое, например, лишение гражданства России. Вот там как раз-таки появился новый... Но они не приняли. Новая новация. И вообще, представьте себе мышление человека, то есть, есть какие-то неотъемлемые права на жизнь и так далее, и так далее. Потом есть приобретенные права как-то там социальные, политические и прочее. И в каждой конституции заложен механизм, что вот этот уровень есть, ниже нельзя. По большому счету, вот этот пакет, который был принят, они опустили ниже гражданские, политические и прочие права своих сограждан. Вот это законно было, но это не правовое, это не легитимное по большому счету, что народ это воспринимает, естественно, как наступление на свои права. Вот то есть, таким обществом можно управлять, вернее, обществом, которое ты не можешь управлять с помощью идей, с помощью ценностей, надо управлять с помощью страха. Российская империя на этом держала. Всегда были внутри какие-то инородцы, иноплеменники, которые были виноваты в том, что так плохо мы живем. Потом периодически появлялись внешние враги, которые мы живем плохо, потому что они съели вашу колбасу. И так далее. То есть, только таким образом объединять можно, если нет позитивных, вокруг его можно объединить в общество, только поляризируя его. И я считаю, что это очень хорошо, чтобы пакет этих законов принят, потому что каждый следующий такой абсолютно безумный шаг, он приближает к краху этот режим. Давайте вспомним, что это, конечно, смешно, но начинало все, например, с законом о ограничении этих круженных трусов или этих шпилек. Что казалось нереальным. Да, то есть мы смеялись и думали, ну это уж куда уже дальше можно. То есть это вот как бы театр абсурда, он по логике жанра должен дойти до того, что уже смешно. И нам уже не смешно, на самом деле. Но я имею в виду из Украины. Конечно, как в анекдоте, доктор смотрит, проверяет пациента и говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Что хорошо? Проблем нет? Говорит, хорошо, что у меня таких проблем нет. Так вот мы смотрим, что да, у нас есть наступление на гражданское общество, на добробаты, на масс-медиа в Украине, но они не достигли таких масштабов угрожающих той теплящейся демократии и свободе, которая у нас была даже во время Януковича, но которая, скажем, выплеснулась и ее стало больше, это пространство свободы после революции достоинства. Поэтому, чем больше таких шагов будет, это первое, чем больше ресурсов будет потрачено на всякую абсолютно ненужную вещь, неэффективно потраченное, потому что на самом деле посмотрим на что такое Россия в принципе в условиях санкций, в условиях изоляции. Это неэффективное государственное управление, чрезмерно там избыточное количество органов, которые пытаются влезть во все сферы жизни. Следующее, это отсутствие свободы. А мы понимаем, что предпринимательство не может существовать в таких условиях. То есть должна быть частная собственность, должна быть возможность получить деньги под любой проект, должна быть возможность распоряжаться своей собственность, своей прибылью и так далее. Чего в России все меньше и меньше происходит. Следующее, мы смотрим недовольство, начиная от профессиональных групп, как-то дальнобойщики. То есть здесь они политических требований не выдвигали. Хотя на самом деле кризис, который случился с ними, он политический. Они просто как бы то ли они боялись этого делать, потому что могли там репрессии в отношении них применить. То ли они не поняли на данный момент, что это именно политическая система, которая фактически деформировала экономику и не дает возможности людям жить так, как они хотят. То есть она виновата в этом. То есть путинская система виновата в том, что люди плохо живут. Не санкции, не падение цен на энергоносители. Это как бы существенные большие факторы. Ключевое – это неэффективная политическая система и узурпация фактически власти в России. Поэтому все эти накапливающиеся проблемы додают расколы. Будут региональные, и они уже есть региональные расколы. Не может Москва в такой манере контролировать все, особенно те регионы, откуда выкачивается благосостояние, которое потом оседает в той же самой ненавидимой загранице на Западе, потому что там можно защитить капиталы. А в России этого нельзя делать. И это просто приближает к краху режима, приближает к фрагментации России. Она есть, она уже фрагментирована. Потому что общей идеей зачем жить в таком государстве как Российская Федерация, кроме по накатанной, что там какая-то вроде как тысячелетняя история, хотя, естественно, история начинается с 15-16 века, а никак не раньше. То есть претензии на Киев они абсолютно не обоснованы, хотя мифологизированы и в это много россиян верят. То есть это как бы будет логичное завершение того, что происходило во время Ивана Третьего, Грозного и прочего. Тогда тоже была консервация, тогда тоже была ксенофобия, тогда тоже влезло государство, то есть государственная власть, царская власть в жизнь каждого гражданина, тогда тоже была и религиозная несвобода, выталкивали и на верцев, и навязывали какие-то концепты абсолютно искусственные в рамках православия. То есть это все логично, оно тлеет, 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 но сейчас в 21 веке мы видим, что запасы людские, материальные ресурсы и идей приходят к концу. Мы еще увидим то, что запущены процессы у нас в Украине с помощью России, они вернутся строиться россиянам, вернутся все гиркины, безлеры, все герои так называемой Новороссии, легендарные Моторолы Моторолы и прочие товарищи. Если их не уничтожат в физическом смысле слова, то тогда это будет хорошая питательная среда для того, чтобы разорвать Россию в 17-22 год покажется ягодками, поскольку есть еще и внешние силы, которые тоже могут помочь, особенно если мы говорим за Кавказ, помогут, или Дальний Восток помогут России расходиться. Это неблагоприятный сценарий не только для россиян, для нас в том числе. Естественно, нам хотелось бы, чтобы Россия была настолько слаба, чтобы она не могла нас убивать, проводить свою агрессивную политику и вести войну против нас. Но развалившаяся Россия нам тоже не выгодна. Нам бы хотелось, поскольку мы никуда этого соседа не денем, нам бы хотелось иметь прогнозируемого, а прогнозируемый и адекватный сосед может быть только если он будет жить на демократических принципах, разделять те основные идеи, которые доминируют в Европе, добирают на Западе, то есть это верховенство права, это права человека, видение того, что можно добиваться кооперации больше, нежели угрозами применения силы или силы. То есть простые вещи, которые сейчас все это перечеркнется, буквально вчера или позавчера была статья интервью с нашим подпредом Преон, господином Ельченко, и вот он свои впечатления об общении с российскими дипломатами, первое естественно с господином Чуркиным и другими, он говорит, что просто-напросто есть какое-то дежавю, это фактически возврат в 70-е годы прошлого века, когда Россия выступает против всего любой инициативы, не говорю только украинской, любой другой инициативы, то есть имеет обособленную точку зрения на все процессы, на все конфликты, на все решения, но что есть немножко неадекватно, потому что всегда надо искать компромисс, особенно если в тех вещах, которые не касаются самого существования государства, которое ты представляешь. Россиян, предохранитель, он где-то там перегорел, они возвращаются по методам мышления и методам поведения, я говорю не за простых россиян, естественно, а с точки зрения тех, кто представляет их, как бы представляет их интересы именно дипломатов, естественно, политиков, то есть происходит какая-то архаизация политики, архаизация взглядов, ну и странным образом, если можно говорить социологии, то большая часть населения Российской Федерации поддерживает такое, скажем так, модус операнди их власти, поэтому, то есть это странные такие вещи происходят, хотя мир неустойчивости, мы увидим, что, скажем так, определенная неадекватность восприятия как наша, так и российским руководством мира, она играет с нами злую шутку, и с одной стороны, что как бы россияне твердили не один год о том, что европейский союз распадается, вот смотрите, там такие противоречия и так далее, так далее, они оказались правы, но совершенно по-другим, временно правы, совершенно по-другим, на других основаниях, нежели не об этом говорили, вот, то есть как бы подтверждение есть, но и подтверждение неадекватности их картины мира, ровно как и наши, то же самое, то есть например, для меня было, например, это не совсем, скажем так, ну то есть это было сюрпризом, то, что британцы приняли такое решение, те британцы, с которыми общаюсь, которые, как вы говорили, там образованные, занимаются международными делами, или военные, или же там такой большой бизнес, не сосредоточенный в Британии, они говорили о том, что нет, это голосование, то есть абсолютно очевидно, common sense, здравый смысл, он подсказывает, что нам более выгодно находиться здесь, и решать наши проблемы европейскими методами, вот они ошиблись, они тоже оказались, есть такое выражение, out of the blue, то есть это вот, как гром среди ясного неба, или как это так можно перевести, то есть мы тоже немножко подкорректировали свою карту мира, вот и естественно, это будет процесс происходить, то есть чем мы гибченными будем, тем будем адекватнее видеть мир, адекватнее будем на него реагировать, такого, скажем, перестройки, я российского высшего военно-политейского руководства не вижу, они видят мир в категориях черно-белых, то о том, что против России весь мир, что здесь они воюют не с Украиной, потому что они не могут себе представить, что украинцы это совершенно другая нация, никакой связи с русским этносом она не имеет, по крайней мере, такой связи, как они себя видят, что это неразличимо, то, что политическая культура разная, они тоже не видят, они считают, что абсолютно точно так же, как теми методами и воздействия, на которые имеют они на свое население, здесь сработает, они здесь не срабатывают, и в этом тоже не учатся, вот, поэтому они не могут достичь здесь успеха, по простой причине, что они нас воспринимают не такие, какие мы на самом деле есть, несмотря на то, что мы сложные, мы разные, есть целевые группы, которые резонируют с тем, что они говорят, но в большинстве своем, естественно, украинцы уже другие, совершенно, как те, которые были до оккупации Крыма и до начала горячей фазы войны, так что, в принципе, неадекватность, она проявляется, и хорошо, что такие законы, как Яровой, принимаются, потому что они просто-напросто эту систему изнашивают и доводят до логического, скажем, распада. Спасибо вам огромное, спасибо, Александр, что были сегодня с нами, я хочу напомнить, что Александр Харе, эксперт Майдана за кордоном справа, был сегодня у нас в гостях, вы оставайтесь с нами, мы продолжим говорить о ситуации в стране и в мире, это был Укрлайф, и оставайтесь с нами. Укрлайф